Здравствуйте! В эфире телеканала ЭТОН-ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Гурарье. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, подключайтесь к нашему Телеграмму, комментируйте, ставьте лайки, задавайте вопросы, мы постараемся на них ответить в наших программах. Ну, кто сочет возможным помочь каналу, там есть две кнопочки «Супер спасибо» и «Стать спонсором». Мы благодарны за любую помощь. Издание The Telegraph заявляет, что корпорация BBC нарушила правила 1500 раз в связи с войной Израиля с Хамасом. 1500 раз нарушили правила. А я с удовольствием представляю журналиста Юрия Голигорского, много лет проработавшего в корпорации BBC и знающего эту корпорацию изнутри. Вот эти все правила. Добрый вечер, Юрий. Здравствуйте. Рад приветствовать вас в нашем эфире. Приветствую, Александр. Рад видеть вас и слышать. Взаимно. Итак, что это за правила, которые вот так можно легко нарушать и вообще в связи с... Какие правила имеются в виду? Кто их устанавливал? Кто их принимал? Кто их соблюдает? Ну, давайте так. Поскольку я бывший сотрудник BBC, я люблю точность не 1500 раз, а 1553 раза. Принимается поправка. Для точности. Во-вторых, знаете, как-то трудно критически говорить об организации, в которой проработал практически всю свою сознательную жизнь. Но все-таки на сегодняшний разговор с вами меня сподвиг тот факт, что один из составителей доклада, я отвечу на ваш вопрос, что это за правило, но критического доклада. Это человек, который, во-первых, моложе меня, а во-вторых, он занимал гораздо более высокую должность на BBC. Его зовут Дэнни Коэн, он был руководителем центрального телевизионного канала BBC, BBC-1. По сути дела, наместник бога на земле. И он в своем докладе, он один из авторов доклада, подчеркнул, что BBC нарушило руководство для сотрудников BBC 1553 раза. Что такое руководство BBC? Руководство BBC – это коллективный документ. Это документ, составленный многими поколениями сотрудников BBC. Это такая как бы общая мудрость сотрудников BBC, которая вложена в такой том, я постараюсь найти для вас иллюстрацию этой книги, этого талмуда. Я, кстати, в 2005 году был редактором русского издания, русскоязычного издания этого руководства, которое распространялось на территории тогдашней демократической России для сотрудников всех вещательных радиостанций, телестанций, газет, журналов, которые хотели понять принципы работы BBC. Которые хотели равняться на BBC. Равняться на лучших. И в докладе, его составляли очень умные люди, так же, как и руководство для сотрудников BBC, выявлена глубоко тревожная картина, я цитирую сейчас, глубоко тревожная картина предвзятости в отношении Израиля. Среди авторов доклада видный юрист Тревор Асерсон, а также его коллеги, они проанализировали 4 месяца выпуска в BBC на всех платформах. Телевидение, радио, онлайн, подкасты, социальные сети. И это исследование показало, что слово «Израиль» было связано со словом «геноцид» более чем в 14 раз чаще, чем «Хамас» и «геноцид» во всем, что касалось освещения конфликта. Доклад, который уже приобрел название «Доклад Асерсона», там проанализированы репортажи BBC за 4-месячный период, начиная с 7 октября 2023 года, я не должен напоминать вам, что это за день, это когда «Хамас» устроил жестокую резню на юге Израиля, убив при этом 1200 человек и взяв в заложники в газу еще более 250 человек, многие из которых до сих пор удерживаются там. Так вот, две ведущие еврейские группы, это кампания против антисемитизма Великобритании и Национальная еврейская ассамблея присоединились к призывам независимо пересмотреть результаты и выводы этого доклада. Бывший министр, один из видных представителей либористской партии, лорд Остин, обвинил BBC в наплевательском высокомерии, я цитирую, за то, что корпорация постоянно отклоняет вопросы о своей беспристрастности. Уместен вопрос, как был составлен этот доклад. Я уже говорил о господине Ассерсоне, у него была команда из примерно 20 юристов и 20 специалистов по обработке и анализу данных. И они прибегли к использованию, и здесь очень важный элемент, к использованию искусственного интеллекта для анализа 9 миллионов слов в материалах BBC. И исследователи выявили в общей сложности, как мы уже с вами сказали, 1553 нарушения редакционных правил. Но что такое нарушение, что такое правила BBC? Они эти правила предусматривают беспристрастность, точность, редакционные ценности BBC и общественный интерес. В том, что делает BBC, должны быть учтены общественные интересы. BBC не вещает в пользу или как бы в защиту или в интересах того или иного правительства. Правительства приходят и уходят, а национальные интересы остаются. Вот BBC вещает в национальных интересах. И вот по мнению авторов доклада ущемлены в данном случае национальные интересы. Или, может быть, BBC понимает лучше национальные интересы. И в данном случае решила, что в национальных интересах осветить картину так, что Израиль – злодей, а Хамас – добрый молодец. Но они и раньше так освещали. Или это вообще что-то новое? Ну вот я просто пример приведу. Вот когда, вы помните, ракета Хизбаллы прилетела и попала в Друзскую деревню, и погибли дети. Заголовок BBC. Я его тогда просто своим глазам не поверил. 12, по-моему, тогда первый момент был 12. 12 детей погибло на оккупированных Израилем голландских высотах. Это был заголовок. То есть, что это значит? Вот читает простой тупой юзер и понимает, что бедные израильские, точнее, зловещие израильские агрессоры убили 12 детей на оккупированных голландских высотах. Александр, но вы имеете в виду именно этот период, четырехмесячный период, который проанализировано в докладе. А из того, что вы сказали, наш зритель может вынести впечатление, что BBC всегда предвзято относилась к тому, что делает... Вот это мой следующий вопрос. Да. Поэтому, что вы имели в виду конкретно? Этот четырехмесячный период или BBC постоянно предстрастно освещает то, что происходит в Израиле? На мой взгляд, смотрите, я по роду своей деятельности постоянно читаю и BBC, и немецкие издания. И просто вот когда открываешь, вот утром открываешь сайт BBC или сайт, например, Deutsche Welle, то есть просто бросается в глаза разница. То есть одни и те же события, но разница подачи. То есть BBC всегда, ну, я осмелюсь утверждать, я, так сказать, не эксперт в данном вопросе, но, на мой взгляд, всегда подача материала BBC резко отличалась от подачи той же самой Deutsche Welle, и эта подача была не в пользу Израиля. То есть о беспристрастности там речи не было. И тогда я вернусь к тому, что сказал несколько минут назад. Может быть, нынешние редакторы BBC считают, что так надо делать в национальных интересах Великобритании, не следуя руководствам для продюсеров BBC, старому документу, который был составлен еще во времена царя Гороха, а может быть, нынешние национальные интересы соответствуют тому, что делает BBC. Ответа на этот вопрос у меня нет, в зависимости от того, что последует сейчас, и как BBC отреагирует, будет ли этот доклад исследования, опубликует ли его результаты. Я хочу отметить, что в 2005 году аналогичный доклад был сделан, и результаты расследования BBC до сих пор не опубликованы. Так, у меня встает вопрос тогда, а кто определяет эти национальные интересы? Просто рядовой продюсер или главный редактор BBC? Кто формирует редакционную политику? Кто может оказывать влияние на эту политику? Я вам объясню, очень просто, я миллион раз принимал участие в редакционных заседаниях практически каждое утро на протяжении 30 лет работы, и каждый редактор высказывает ту точку зрения утром, вырабатывается одна общая линия, нет никакого позвоночного права, поверьте мне, ну нет позвоночного права, есть общее мнение тех, кто формирует новостную повестку дня на этот конкретный, доданный конкретный день. И это общее мнение. Вот в этом-то и опасность. Кроется опасность того, что это отражает настрой нынешних редакторов, которые сидят за круглым столом каждое утро и вырабатывают новостную повестку дня, или аналитическую повестку дня. Они так считают, идет ли это вразрез с государственной политикой или нет, мне трудно сказать. Я прошу прощения, одно дело, как они считают и вырабатывают политику, и другое дело, мне так кажется, это еще и подача вот этого материала, то есть еще раз, вот это жонглирование словами в заголовках, это тоже обсуждается вот на этой вот утренней летучке, или они все-таки вырабатывают? Да, то есть это еще вносит свои пять копеек или пять фунтов, вносит каждый линейный редактор. И по сути дела, вы знаете, можно составить, я вам приведу пример, ну элементарно, играя на нюансах, давайте скажем так, Белград подвергся бомбардировке самолетами НАТО, или НАТОвские самолеты налетели на Белград, почувствуйте разницу. То есть каждый, кто работает над материалом, может привнести свой нюанс, свое понимание общей линии. По сути дела, я сказал одно и то же, на русском языке, на английском можно сказать абсолютно то же самое. Но абсолютно, вы можете сказать, например, Ukraine, и это будет Украина, как независимое государство, или the Ukraine, и это будет, как провинция России. Интересно. И то же самое, что касается, например, геноцид или резня, или каждый привносит, каждый сотрудник, работающий над материалом, может привнести свое понимание ситуации. И поверьте мне, у линейного редактора или у главного редактора, по сути дела, нет времени, а иногда и желание оспорить то или иное слово. Поэтому политика очень часто определяется на низовом уровне. Вырабатывается общая линия. Сегодня мы освещаем конфликт в Газе, а дальше начинается чехарда. Начинается самодеятельность. Да, и вот эта самодеятельность выходит в эфир. Например, я приведу такой пример. Очень часто выходит в эфир согласно сообщениям Министерства здравоохранения ХАМАСа. Нет, Министерство здравоохранения ГАЗа они его называют, а не ХАМАСа. Вот вы сейчас сделали оговорку по Фрейду. Нет, нет. Согласно Министерству здравоохранения ГАЗа иногда пишут контролируемого ХАМАСом. Но никогда они не писали Министерство здравоохранения ХАМАСа. Давайте из этих 1553 именно этот пример Министерства здравоохранения Хамаса. Ну и Министерство здравоохранения контролируемое. Дело в том, что если вы скажете Министерство здравоохранения, находящееся под контролем Хамаса, это мягче, по-моему, чем Министерство здравоохранения ГАЗа. Согласитесь? Ну да. Но это подается как факт. Значит, Министерство здравоохранения. Министерство здравоохранения сообщает, убито 40 тысяч человек. И так изо дня дня. Согласно сообщение Министерства здравоохранения ГАЗа под Хамасом, неважно. Но изо дня дня вы сообщаете. То есть, у людей отложилось, что 40 тысяч объективно? 40 тысяч человек. Проходят несколько недель или несколько месяцев. Все, что люди помнят, это цифру 40 тысяч. Не важно, кто сказал. Сказала BBC, что было 40 тысяч. А потом пересматривают эти цифры и говорят, ух ты, там не было 40 тысяч. Или из этих 40 тысяч сколько было боевиков, сколько было мирных жителей. Или, например, всегда, всегда во время бомбардировок страдают женщины и дети. В основном. Но никогда не страдают боевики. Так у них вообще нет погибших. У них все погибшие считаются мирными жителями. То есть, ни одного боевика не погибло за все это время. Да. И в этом проблема. Вы понимаете? Действительно, когда вы смотрите на картинку, летят бомбы, гимножители. Дети плачут. Женщины рыдают. Все. Вы составили картину мира. При этом вы не увидите убитых боевиков. Не увидите, как эти боевики стреляют. Когда лежит труп мужчины, то трудно определить, он был боевиком или не был боевиком. Он же без формы. Он же не в военной форме, не в военных сапогах, в этих самых тапочках. Так что, это сложнейшие вопросы есть. Давайте, если хотите, если можно, то пошло. Там в докладе особо критикуется Джереми Боан, редактор внешнеполитического отдела. Человек, который я неплохо знаю. И, поверьте мне, в жизни душка. То есть, как я знаю? Ну, может быть, мы, проходя по коридору, раскланивались. Но на BBC работали тысячи, десятки тысяч человек. Не уверен, что он меня помнит. Я его помню, потому что он каждый день мелькает на экране. Но говорится, например, что сейчас я найду этот момент, где именно в его докладе находится, анализируется. Например, он называет «Хамас – исламское движение сопротивления». Мы видели в последние несколько недель, что у него есть военная стратегия. Это в репортаже в центральном выпуске новостей, в вечернем выпуске новостей. «Хамас» попытался использовать партизанскую тактику против гораздо более мощной армии. В основном «Хамас» представляется как национально-освободительное движение, а израильская армия как… Как банды агрессоров. Как банды агрессоров. Израиль поселил сотни тысяч евреев в нарушении международного права. Я видел огромное скопление сил, которые они, израильтяне, имеют там. И огромный физический ущерб, который они нанесли. Не говоря уже о гибели людей. Но несмотря на все это, «Хамас» все еще борется. Это просто героическая борьба «Хамасского народа». Ну и, конечно же, Джереми Боэн сравнил наступление Израиля в Гази с торжением России в Украину. Он сделал это в материале, который был опубликован в ноябре прошлого года, в котором он, в частности, сказал, «Израиль находится на пути к тому, чтобы убить столько палестинских мирных жителей всего за месяц, сколько Россия убила в Украине с февраля 2022 года». Это цитата. На ваш взгляд, будет ли иметь какие-то последствия это? Есть ли какая-то, я не знаю, BBC – это вообще же частное предприятие? Нет, это уникальная форма владения BBC. Частично государство. Британские налогоплательщики. Каждый владелец телевизора платит ежедневно. А, в Израиле такое было когда-то. Рашют Ашедур назывался. Да, Аград и телевизия тогда это назвал. По-моему, вы платили ежегодно. Налог на телевизор. Налог на телевизор. Абсолютно такая. Значит, это не государственная корпорация, это не частная корпорация, это общественная корпорация, общественная форма владения средствами массовой информации. И поэтому государство может сказать, что вы делаете, но государство не может надавить. Правительство не может надавить. А есть какой-то попечительский совет или что, как вообще это работает? Какое-то будет предпринятое действие в отношении, потому что представлены все-таки солидные люди, представили отчет, видны юристы, видны представители средств массовой информации, которые обрабатывали эти данные. Бывший руководитель первых канала, как я сказал, BBC Дэнни Коэн, очень влиятельный человек, он сейчас, если мне не изменяет мои источники информации, работает с господином Балаватником. И кто-то как-то должен будет отреагировать. Да, я должен сказать, что уже была первая реакция BBC, которая мне уже не понравилась. BBC сказал, методология отбора фактов. Она сомнительна, поскольку был использован искусственный интеллект. Ага, ясно. Значит, искусственный интеллект был использован для простоты отбора и для скорости отбора. Но это не значит, что эти факты невозможно проверить. Это же блестящий способ защиты. На это просто уйдет гораздо больше времени. Давайте каждый факт, который отобрал искусственный интеллект, проверим. Пусть это займет месяц, два, три, десять месяцев. Но в конечном счете, если там интеллект ошибся, давайте укажем на ошибки в том, что сделал искусственный интеллект. Да, да, это замечательный способ защиты. То есть плоды гнилого дерева. То есть неправильно собирали информацию. То есть искусственный интеллект не мог на это пойти. Ну что ж, мы посмотрим, что из этого получится. Юрий, если позволите, я бы хотел вернуться к вопросу, который мы с вами уже однажды обсуждали в нашем эфире в прошлой программе. Правительство либористов все-таки ввело эмбарго на поставку Израилю в некоторых видах вооружений. Но вот при этом Министерство обороны Великобритании, как стало известно на днях, не прочь прикупить новую израильскую разработку, за которую уже все гоняются. Это новая скорострельная самоходная пушка, которую израильская оборонная промышленность представила. И что интересно, мне очень понравилось, кто уже проявил интерес для закупки. Это Великобритания. Это Норвегия, которая сейчас является, так сказать, врагом Израиля и поливает нас на всех углах. И тоже, значит, вводит эмбарго. Ну, очевидно, министр иностранных дел Норвегии приедет закупать эту пушку. Это Нидерланды, да, которые тоже, значит, вводят эмбарго на поставку оружия Израиля. Но вот израильское оружие, они как бы не прочь прикупить, и как бы все тут нормально. Так вот, оставим в покое там норвежцев и голландцев, а Великобритания, так все-таки вот это эмбарго на поставку оружия, значит, они все-таки склонны к тому, что это оружие может использоваться с нарушением международного права. Это окончательное решение? Это будет иметь какие-то последствия? Никаких последствий для военной промышленности Израиля это абсолютно не будет иметь. Потому что те, кто составляли список этих 30 лицензий, сейчас, как выясняется, ворочались как уш на сковородке, чтобы каким-то образом не задеть те сферы деятельности, которые могут привести к значительному сокращению рабочих мест в Великобритании. То есть, никто не хотел стрелять себе в ногу, да? Не были запрещены к экспорту компоненты, которые используются в F-35. Если бы, скажем так, Великобритания прекратила продажу Израиля этих компонентов, то очень многих людей пришлось бы просто сократить здесь рабочие места. И Борисское правительство и так в ужасном положении сейчас, поскольку они решили придавить перед зимним периодом пенсионеров и отобрать у них надбавку на отопление. За что их сейчас ругают и правый, и левый. Вот сегодня я смотрел заседание Конгресса профсоюзов, и они говорят, вы с ума сошли. Даже консерваторы не отбирали у пенсионеров надбавку. Последняя. А вы что себе позволяете? То есть, они пришли во власть, и сейчас, опарившись на молоке, дуют воду. И просто, знаете, как дети попали на шоколадную фабрику, хватает леденцы и запихивает, не зная, что к концу они все-таки подойдут к выработке шоколада, и там можно будет. И когда они дадут до шоколада, они уже ничего не смогут есть. Но здесь, в том, что касается этих 30 лицензий, это все работа на публику. Это все рассчитано на то, чтобы умиротворить внутренний мусульманский рынок, мусульманскую улицу. Сказать, вот мы сделали, мы сделали это. Дальше, если начинать разобраться, что вы конкретно сделали, это даже не укус комара. Для Израиля это имеет большое значение. Израиль, как я понимаю, может встать сейчас в позу и сказать, вы знаете, друзья мои, погром так погром. Как в том анекдоте. Раз запрет, то и пушку вы тоже не получите. И тогда, конечно, очень важный элемент, о котором мы практически никогда с вами не говорили. Что делает правительство и что думают об этом военные и эксперты в области обороны. Это как бы два мира, два шапира. Разные вещи абсолютно. И, конечно, если вы поговорите с военными, а я настоятельно вам рекомендую поговорить с таким человеком, которого зовут полковник Камп. Это бывший командующий британским контингентом в Афганистане. Вы часто можете его найти в Тель-Авиве сейчас, потому что мечется между Великобританией и Израилем. И большее сейчас находит понимание в Израиле. Но это очень крупный, серьезный военный, военный комментатор. И он вам расскажет, что думают военные. О том, что правительство сейчас решило наложить запрет на 30 из 350 лицензий на продажу вооружений Израилю. А министр обороны, он как бы не относится к военным? Или все-таки он прислушивается к министру своего ведомства? Министр обороны, кстати, очень грамотный, очень толковый человек. Он гражданский. А министр обороны, как правило, это не военный. Потому что это не военное время. Не, ну неважно, но военное ведомство, оно же как бы ему... Да, да, и поэтому очевидно, именно эти 30 лицензий согласовывались с военным ведомством. Вы, конечно, можете принимать решения, какие вы хотите. Но посмотрите, если вы примете решение по этому и этому вопросу, это ударит по нашим интересам. Так что будьте очень осторожны. И, очевидно, судя по тому, как министр обороны накануне принятия решения позвонил министру обороны Израиля Галланту и имел с ним беседу и тон его разговора, который он сам передал на следующее утро в средствах массовой информации Великобритании, он чувствовал себя дискомфортно в этом вопросе. Ну и я хочу еще свои тоже добавить. Была информация о том, что... Ну, собственно, информация, он выступал. Кандидат вице-президенты, так сказать, с господином Трампом Джей Ди Вэнс заявил, что если британцы прекратят поставки оружия Израилю, то администрация Трампа их накажет. Могут ли два ближайших союзника поссориться из-за Израиля? В том случае, конечно, если Трамп станет президентом Соединенных Штатов. Мы с вами знаем, что Трамп может позволить себе все, что угодно, тем более сейчас, накануне выборов. А его вице-президент еще круче? Еще больше, да. То есть, их полномочия до того, как они вступают в должность абсолютно безграничная. Они могут сблизить, притянуть с кольцами небо и землю, и это все покажется возможным. Когда и если они вступят в эту должность, очевидно, будут разговоры, будут беседы. Великобритания и Соединенные Штаты не могут позволить себе пойти различным внешнеполитическим курсом. Они обречены быть всегда. Счастье в этом. То есть, то, что называется на иврите хатуна-католик, католическая свадьба. То есть, вас не развести. Да, да. Это не брак по расчету, это не брак по просчету. Это брак любящих друг друга людей, которые иногда между собой вступают в перепалку на кухне. Но это не более того. Спасибо. Спасибо большое. Я напоминаю, что мы беседовали с журналистом Юрием Голигорским, сколько, 30 лет, да, проработавшим на BBC. 30. И разъяснившим нам, как работает вот эта самая корпорация. И мы с большим интересом ждем, будет ли какое-то продолжение в этой истории. Но относительно эмбарго, грозного эмбарго на поставку оружия Израиля, из 300 с лишним лицензий было задержано 30, которые обречательно... Опять я должен внести ясность, из 350 лицензий 30 лицензий. Точность. Точность вежливая с королем. Согласно руководству для сотрудников BBC. Точность, пожалуйста. Спасибо. А наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Всех.